Госслужащие первыми ощутили увеличение пенсионного возраста. С 1 января мужчины, состоящие на госслужбе, получили право на пенсию при достижении 60,5 лет, женщины 55,5. Законом предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста ежегодно на полгода. В целом на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Таким образом, с 2026 года мужчины смогут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а их коллеги женского пола с 2032 года в 63 года. Следующее нововведение уже касается всех категорий населения. Увеличивается необходимый стаж для назначения страховой пенсии по старости. В этом году для назначения права на страховую пенсию возникают у тех людей, у которых стаж работы не менее 8 лет, 8 лет и более, и пенсионные коэффициенты 11,4. Я напомню, поэтапно у нас ежегодно пенсионные коэффициенты увеличатся, требования по ним на 2,4 в целом до 30 в последующем, и вот стаж работы каждый год на один год увеличится, и так до 15 лет. Если кто-то вдруг не будет иметь такой, значит, такой стаж и пенсионные баллы, в таком случае человек, если может недостающую часть заработать, конечно, если совсем уж не будет иметь необходимые вот эти стаж и пенсионные коэффициенты, в таком случае при достижении 65 лет мужчинам, женщинам при достижении 60 лет будет назначена социальная пенсия. Разработаны и специальные премиальные коэффициенты для увеличения пенсии. Они действуют, если человек временно отказался от получения выплат на срок от 1 года до 10 лет или не обратился за назначением пенсии при достижении пенсионного возраста. В прошлом году такая поощрительная система применялась при назначении 102 страховых пенсий. Продолжение следует...